У садоводов и дачников начался горячий сезон и в ближайшие 15 минут поговорим о том, как, собственно, не наступить на грабли для садоводов, которые расставили и разложили, может быть, нечистые на руку продавцы семян и саженцев, потому что именно это сейчас самый ходовой товар, насколько я понимаю. — Расскажите, ну вот сразу, в процентном соотношении, как много на этом рынке фальсификата? Вот как садовод-любитель, Марина Коваль, садовод-любитель у нас в студии, и Леонид Андрианович Котов, ведущий научный сотрудник селекционной станции садоводства, кандидат сельскохозяйственных наук. — Давайте начнем, наверное. — Леонид Андрианович, к вам как часто обращаются с жалобами на фальсификат, на контрафактную продукцию? — Очень часто Россию, северную всю полосу от Петербурга до, наверное, Дальнего Востока, захватила не просто волна, а нашествия недобросовестных перекупщиков, — которые, благодаря очень большой прибыли на нечестном бизнесе, вот наводнили, я называю это диверсией против северного садоводства. — Закупают на юге, в Киргизии, в Краснодарском крае, в Молдавии, по дешевке посадочный материал, там хороший материал, к нам-то закупают удочки, длинные хлысты, сортов, которые растут только в южных условиях. — Да, совершенно верно. — И везут на север, везут эшелонами, целые эшелоны идут, и здесь грузят на машины, на грузовые машины и разводят по коллективным садам. — Как отличить эти семена, но вот как вооружить наших зрителей знанием полезным? — Так, на севере, на севере, особенно на Урале, созданы не бывало короткий срок, не бывало хорошие, ценные сорта плодовых культур, которые выносят наш климат, обладают такой зимостойкостью, которой нет аналогов в мире, благодаря тому, что, скажем, Свердловская область расположена вдоль хребта. — Уральского горного хребта. — Уральского горного хребта настолько холодно, здесь большой от северного ледовитого океана опускается по хребту, язык вечной мерзлоты опускается в сторону юга, и он влияет на климат Свердловской области. — Очень короткий летний период, нехватка летнего тепла для формирования. — Это значит... — И здесь формируют селекционеры, формируют вот в этих условиях, естественный отбор происходит. — Такие сорта, которые теперь конкурируют с сортами средней полосы, превышая их часто по величине, по вкусу, по внешнему виду, и конкурируют с привозными сортами из Европы. — Значит, обращаться за такими семенами нужно к селекционерам. — Да. И Свердловская область имеет преимущество перед другими областями, что здесь имеется своя селекционная станция садоводства. Сорта её охотно растекаются и районированы на Южном Урале, в Челябинской, Курганской, Башкирской областях, в Омской, Пермской, вплоть до Москвы, Волговятский регион и по Волжию, вернее по Волжию. — Понятно. Марина, расскажите, вы за семенами и саженцами обращаетесь вот как раз к селекционерам, которые здесь в наших климатических условиях вывели. — Да, случается, конечно, и к селекционерам. В профессиональных магазинах мы покупаем семена. Но вот вы знаете, я вот сейчас вас слушаю и вспоминаю, что у меня сейчас растёт, во всяком случае, вот уже готовые к высадке, какие семена, какие, так скажем, да, на моём балконе. Вот, например, помидоры. У меня точно значит, что у меня есть интуиция, сорт, у меня есть императрица, у меня есть государь, у меня есть краснобай. Вот в этих семенах я абсолютно уверена. И мы из года в год их высаживаем, выращиваем и получаем очень хороший урожай. Поэтому, конечно, лучше обращаться, наверное, к специалистам, специализированные магазины. И, ну, правда, знаете, всякое случается. Потому что покупаешь пакетик семян из, допустим, из пяти-шести семечек, бывает только две-три. Только вот дают какие-то действительно своды. Поэтому, к сожалению, вот... Но можно ли здесь какие-то претензии высказывать продавцу? Может быть, это вы неправильно посадили, неправильно ухаживали? Можно. Ну, вот вы знаете, здесь, наверное, очень трудно найти виноватого, кто же действительно... Вот поэтому и хотелось очень послушать бы специалистов, что это такое творится, в конце концов. Потому что, конечно, хочется как-то так на удачу. Но, может быть, конечно, и скажут, и рука тяжёлая, и ещё что-то, и земля не та, и погода не та, и что-то не то сделали. Но на самом деле, как не потерять голову вот в этом многообразии красивых, ярких, цветных картинок, цветных сортов, когда, знаете, и какие-то чуть ли не килограммовые ягодка, малинка, когда клубника, с которой с одного куста можно собрать до 20 килограммов урожая. Кстати, вот земляника с крупными ягодами, вот ни разу, мы покупали гавриш, я вот как практик говорю, ни разу, никогда ничего не появилось. Нет, то есть это вот как-то, знаете, даже обидно, да, обидно, во что так обманывают и рекламируют. Хотелось бы, конечно, на практике всё это, чтобы было проверено, и прежде всего, конечно, к специалистам бы хотелось обратиться. Вообще, сколько сортов, вот я не знаю, помидор, огурцов, сколько сортов может быть? Потому что многообразие на прилавках так велико, что там уже не десятки, а сотни. Да ещё с красивыми такими названиями, литературными. Разве могут быть, ну вот действительно сотни разнообразных сортов, которые принципиально отличаются друг от друга? В плодоводстве существует такое. Районируют сорта в результате длительного испытания. Вот селекционеры создали ряд сортов целых, они направляют в госкомиссию. Госкомиссия принимает у них уже в результате первичного сорта изучения. И госкомиссия испытывает эти сорта по научным схемам, выделяет из них лучшие, тратятся многие годы на это. И вот, если новый сорт превосходит лучший реонированный сорт по нескольким признакам, или хотя бы по одному признаку, тогда ему даётся дорога, включает его в государственный реестр. Вот в этом реестре сколько сортов? В этом реестре ограниченное количество сортов. Так, это госреестр Российской Федерации, и по каждой зоне, на Дальнем Востоке одно, здесь другое и так далее. Районирует набор сортов, которые питомники имеют право размножать принятые в районированные сорта. Вот, для каждой области свой ассортимент. Ну, часто они в смежной области перебирают. Можете для Урала назвать тогда, ну, рекомендованные сорта, вот из этого самого реестра для Урала, для нашей области? Для Урала созданы сорта, скажем, яблоней. Летние сорта, осенние сорта, зимние сорта. В том числе, ведь все сорта, все растения поражаются каким-то болезням, вредителям. В том числе на Урале. Впервые на Урале и для Урала, и для Сибири созданы сорта иммунные главным болезням. Они не нуждаются в опрыскивании ядохимикатами, в отличие от зарубежных, которые к нам везут, заполняют наши ларьки и магазины плодами, пропитанными, пестицидами. То есть это расшифровать, ядохимикатами, которые поэтому не полезны для здоровья. Мягко говоря, не полезны. У нас буквально минута до конца эфира порекомендовать нашим телезрителям надежные проверенные сорта. Ну, вы знаете, вот прямо вот надежные, конкретно, ну вот то, что я сейчас сказала, это точно уже проверено практикой. Я могу добавить, допустим, там что-то из огурцов, допустим, там Красавтик или Герман. Это точно растет и выживает, и еще и как потом зимой используется. Поэтому, ну вообще только на практике, конечно, надо проверять. У каждого свой секрет и у каждого свой опыт выращивания. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что заглянули сегодня к нам в эфир. Это была программа «Сумма мнений». У меня на этом все. Увидимся с вами в прямом эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин